СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы всегда свято чтили и чтим всех наших дедов, всех наших прадедов, всех наших бабушек, которые пережили страшную Великую Отечественную войну. Всех тех, кто отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили под мирным небом. Вы знаете, Одесская епархия всегда свято чтила праздник 9 мая. По благословению нашего владыки мы посещали наших ветеранов, освободителей города Героя Одессы. Мы поздравляли их, приносили угощения, финансовые средства, помогали их семьям и, конечно же, пели. Записывали песни военных лет, устраивали концерты. И многие из вас помнят уникальный, грандиозный, масштабный концерт Великой Победы в 21-м году, когда нам никто не мешал, когда нас поддержали, когда нам разрешили, и мы смогли собрать тысячи и тысячи одесситов на нашей 411 батарее и едиными устами пели большой концерт. И мы можем сказать с полной ответственностью, наша совесть абсолютно чиста. В наших жилах течет кровь народа-победителя. И мы всегда молились, молимся и будем молиться за всех тех, кто пережил ад, кто пережил страшные бомбежки, пережил плен, пережил концлагеря и остался живой и передал эту стафету своим внукам, что нужно чтить, уважать, любить и самое главное сохранять мир без войны и стремиться к тому, чтобы жить со всеми в мире. Но с 24 февраля 2022 года у нас началась новая эра. Мы по достоинству теперь понимаем все слова, которые нам говорили наши предки. Что такое бомбежка, что такое замирание сердца, что такое муки и что такое ужас войны. Когда мы хороним своих одесситов, своих ближних людей, когда мы провожаем на фронт своих ближних и когда мы их встречаем оттуда или не уцелевшими, или, к сожалению, погибшими. И мы увидели страшную картину, когда Великую Победу сделали инструментом для того, чтобы можно было настроить целый народ против того народа, с которым воевали против нацизма. И с легкостью благословляя их в храмах, в церквях, благословляя их на фронте, идти и уничтожать соседний народ, который страдает от этого теперь в полной мере. Мы знаем, что такое разрушение домов, что такое пожары, что такое ужас. Мы знаем, что такое ночной террор. И все жертвы Великой Отечественной войны должны говорить нам о том, что войны больше не было на свете. Но Российская Федерация использовала этот культ победы, как возможность узаконить любое убийство, опираясь на то, что какая-то высокая цель может оправдать все эти убийства и все эти ненужные жертвоприношения. Сегодня мы во всех наших храмах молились, во всех усопших воинов Великой Отечественной войны, о всех безвиноубиенных, пострадавших от фашистской Германии. И молились о всех тех, и молимся о всех тех воинах и всех безвиноубиенных, которые пострадали от войны от Российской Федерации. Христос победил смерть. Он своим воскресением упразднил смерть и даровал нам живот вечный. И мы верим Господу и просим Его, чтобы и Он дал нам истинную победу, чтобы Он остановил безумцев, чтобы совесть проснулась и указала, что нет оправдания убийству. И мы верим в то, что Господь наш Иисус Христос обовязково даст нам перемогу добра над злом. И мы будем передавать эту эстафету своим детям и внукам, что самое главное, чтобы не было войны, чтобы был мир. И хай будет мир в наших сердцах, в наших семьях и в нашей стране. Обовязково хай это так будет. И мы будем просить и молиться за это Бога и Божью Матерь. Поможи нам всем Боже, мира всем. Христос воскрес! Воистину воскрес! Субтитры создавал DimaTorzok